Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают для меня это большое счастье, когда люди приобретают мою картину, любуются ею, со многими я поддерживаю отношения добрые, присылают мне фотографии, где, на каком месте жилища висит картина, и для меня это большая радость. Я желаю всем, кто смотрит, кто слушает нас, если у вас есть какое-то увлечение, обязательно следуйте зову своего сердца, обязательно занимайтесь творчеством, потому что творчество – это большая награда, Господа, и не пренебрегайте этим. Огромное вам спасибо, вам удачи, главное творчество, вдохновение, я так понимаю, потому что я самотворческий человек, вдохновение, чтобы всегда оно у вас было, оно у вас прямо на картинах, вот оно есть. У нас находил мужчина с биоэнергетической рампой, проверял, как картины, какая энергетика исходит от картин, и вот он сказал, что энергетика исходит очень такая доброжелательная, особенно ему понравилась вот эта картина с конями, она называется «Маслиница» картина, и я ее действительно писала накануне «Маслиница», и закончила день «Маслиница», когда «Маслиница» началась. Вот он говорит, что она и встречает хорошую, такую благоприятную энергетику. Ну, она очень добрая, там и лица добрые, ну, все такая добрая картина. Мне хотелось, чтобы она была динамичная, чтобы она была красивая, такая наша русская, чистая, светлая, зимняя картина. Ну, надеюсь, что это получилось. Получилось. Я, правда, дилетант, но если мне нравится, то мне нравится, просто говорю «да». Мне интересно быть на таком, и я тоже так думаю, что оно должно либо нравиться, либо не нравиться. То есть не потому, что это нравится кому-то, или кто-то хорошее, доброе сказал или написал. Главное, свое личное отношение с суждением. В картине должно свое личное отношение сложиться. И только так ее можно приобретать и вешать в своем помещении. А не потому, что кто-то сказал, что да, это круто, и надо вот это повесить. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok